Так нужна ли Россия и Индия? И собственные Персии, Афганистан и прочие ворота, воронки, проходы, Константинополь и проливы? Вот реальная цель российской политики. Это и идея православной империи Третьего Рима, но это и безопасность, и выход в Европейское Средиземное море из перекрытого проливами Черноморского озера. Режим проливов – кардинальный вопрос российской безопасности. В центре британской политики – индийская паранойя. Афганистан – ворота в Индию. Персия и Турция – калитки сбоку. Конкретно Персия – путь на Герат, то есть тот же Афганистан. Войска генерала Ермолова, наместника на Кавказе, вошли в турецкую Армению. В то же время Россия втягивается в освободительную войну греков против Турции. И вот в этот момент, припомните, декабрь 1825-го. Смена императоров и мятеж. Надо сказать спасибо декабристам. Персы воспользовались ситуацией и в результате неожиданного нападения чуть не взяли Тифлис. Лев Кавказа впервые промахнулся. Николай I смещает Ермолова, назначает Паскевича, естественно, обвиняет Лондон в подстрекательстве. Паскевич разгромил Персов и взял Иревань. Персы бросились за помощью к англичанам. Это вызвало растерянность в Лондоне. Подстрекать не воевать. К тому же у них не было войск на Кавказе и вообще они пока не готовы были ссориться с русским союзником. По туркменчайскому миру 1928 год Россия получила и Ревань, и Нахичевань. Шах вынужден был согласиться на покровительство России. Британское влияние в Персии испарилось. В 1976 году президент Джеральд Форд в поддержку иранской долгосрочной программы развития ядерной энергетики подписал меморандум номер 292 о сотрудничестве между США и Ираном в области ядерных исследований. Меморандум предусматривал покупку американских реакторов и оборудования для получения плутония из отработанного топлива АЭС. Рассматривался вопрос о строительстве в Иране Международного центра по переработке ядерного топлива. Шах Ирана стал проявлять интерес к ядерной энергии в 70-е годы. И можно не сомневаться, что его целью было получение атомной бомбы. Том Грэм, бывший посол США в Иране, 2001. Они были нашим союзником, а это была коммерческая сделка. В то время мы не задавались вопросом о том, что однажды они начнут разрабатывать ядерное оружие. Генри Киссинджер, подписавший меморандум Форда, 2005 год, Вашингтон-Пост. У них полно нефти и газа. Никто не может понять, зачем им еще требуются ядерные энергетические мощности. Дик Чейни, Вашингтон-Пост, 2005. Британия была не способна соперничать с Россией в Иране. Я думаю, это объясняется тем, что ни один британский бизнесмен не был заинтересован в развитии персидской экономики и не готов был вкладывать в нее инвестиции. До того, как в конце 19-го, начале 20-го столетия в Иране была найдена нефть, этот регион был абсолютно непривлекательным для инвестиций. И британцы ограничивались неофициальным влиянием на Тегеран. В Тегеран прибывает Грибоедов, бывший до того секретарем Ермолова. Кстати, вот чтобы понять отношение Грибоедова к мятежу декабристов, помните известную цитату? «Сто прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России. Я говорил им, что они дураки». Александр Грибоедов, 1826. Вот казалось бы, откуда такое презрение к декабристам у автора горе от ума? Либерала, прогрессисты? Понять это довольно просто, если вспомнить, что Грибоедов игрок той самой большой игры, и не последний игрок. Для него акция его петербургских знакомцев – это удар в спину в той войне, холодной и горячей, которую Россия ввела со своим смертельным врагом. Грибоедов полагал, что его долг – помогать армянам, которые стали теперь российскими подданными. И когда из шахского гарема сбежал Евнух с двумя армянскими девушками, Грибоедов предоставил им убежище. Это решение, мягко говоря, спорное с точки зрения дипломатии, стало роковым. Посольство было взято штурмом, Грибоедов погиб с оружием в руках, а уличный торговец кебабами отрубил ему голову и, к восторгу толпы, выставил ее вместе с очками на своем прилавке. Как нетрудно предположить, российские источники как тогда, так и сегодня предполагают за этим убийством английский след. Убийство послов – фирменный стиль в Центральной Азии. В самом начале Большой игры так были убиты майор Донован в Мерве, полковник Стоддарт в Бухаре. Однако надо заметить, что Грибоедов чуть ли не единственный русский посол, ставший жертвой в Большой игре. В отличие от англичан, а затем, естественно, и американцев. Во время Первой Афганской войны в 1841 году в Кабуле растерзан британский посланник Александр Бернс, а за ним отправилось и все британское войско. В 1879 году была захвачена английская миссия в Кабуле. Убиты все английские дипломаты и охранявший их отряд солдат. Прошло сто лет. В ноябре 1979-го исламские студенты захватили посольство США в Тегеране, взяв в заложники десятки американских дипломатов и сотрудников посольства. Операция «Когти Орла» по их спасению началась в апреле 1980-го. Не долетев до Тегерана, часть вертолетов сломалась, вынуждены были сесть в пустыню. Один из вертолетов на земле столкнулся с самолетом-заправщиком. На следующий день иранский патруль обнаружил брошенную технику, среди нее четыре исправных вертолета. Президент Картер кратко прокомментировал. Провал пошло все к черту. Туда оно, собственно, и пошло.